СНТ ОКБА, опытно-конструкторного бюро автоматики, существует уже более 45 лет. Жили себе дачники, да не тужили, но в один прекрасный день получили уведомление от дочки Газпрома, Газпром, Трансгаз, Москва, о том, что обязаны в указанный срок снести свои дома и все другие постройки на своих участках добровольно и за свой счет. Я нашла в почтовом ящике извещение, что мы должны получить телеграмму. Вот телеграмма о том, что мы вызваны в суд. А это нам здесь председатель выдал уведомление, которому ему выдали 22 уведомления безымянных и список участков. Вот он нам раздал. 45 лет существует, ничего не поменяли, ничего не строили и так далее. Причем земли, участки все приватизированы, имеются кадастровые на землю номера, приватизация. Каждый год мы ежегодно платим налог на землю и так далее. 48 лет, как мы здесь, на этом участке. Все документы все оформляли, как положено. Костями лягу, но я отсюда никогда не уйду. Это наша территория, это мы здесь. И вы знаете, мы ценим свое садоводчество. Газпром объяснил необходимость сноса 23 домов тем, что они расположены в опасной близости от газораспределительного пункта и находиться в таких домах опасно. Согласно СНИПам, которые были утверждены в 1985 году, от жилых строений до ГРП расстояние должно быть не менее 150 метров. Многие из тех домов, которым грозит снос, были построены до 1985 года на законных основаниях. Однако для Газпрома это не аргумент. За помощью дачники обращались во все возможные инстанции, в том числе и в общественную палату Сергиево-Пасадского района. Ситуацию сделал открытый отец Виктор Григоренко, настоятель Сергиевского храма, к которому обратились, собственно, дачники, владельцы этих домиков СНТ ОКБА. И в общественную палату поступило обращение с десятками-десятками подписей и словами «Мы просим оказать помощь в беде». И мы с коллегами, когда посоветовались, мы, конечно, сразу же направили обращение в районную администрацию, в районный совет, практически в тот же день. Члены общественной палаты передали информацию о сложившейся ситуации журналистам районных СМИ. Вскоре ее опубликовали подмосковные и федеральные издания. Проблема дачников СНТ ОКБА получила широкий общественный резонанс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека адвокату Анатолию Кучерени разобраться в этой ситуации и помочь жителям. На встречу с членами СНТ также прибыл министр энергетики Московской области Леонид Неганов и представитель «Газпром Трансгаз Москва». А почему с 85-го года вопрос возник именно сегодня? Мы ведем постоянную работу по выявлению этих нарушений. Я понимаю, но с 85-го года не было претензий? Люди обустраиваются, люди живы и беспокоятся. Сейчас, тише, тише, тише. Пожалуйста. Мы ведем, «Газпром» и дачные общества ведут постоянную работу по выявлению нарушителей. В 2013 году вы выявили и с этого времени начали проводить работу. Оповещение, пытались собирать совещание, в администрации собрали совещание, ну и так далее. Письма, прокуратуру, администрацию, во все органы, которые только можно было. Фактически получается у коллег на руках свидетельство о собственности, у людей на руках свидетельство о собственности, оба законных документа равны силы и они противоречат закону. В ходе разговора выяснилось, что ОКБА далеко не единственное СНТ, попавшее в такую непростую ситуацию. В собственности «Газпрома» на территории Московской области 199 газораспределительных пунктов, подобных тому, что установлено у садового товарищества. И практически каждый из них поставил под угрозу сноса сотни домов. Идет четвертый суд. Суды проигрываем. Уже Верховный суд прошел, везде идет одна и та же история. ФАД-снос. И называют это самостроем. В ходе переговоров с представителем «Газпрома» выяснилось, что альтернатива сносу домов все же есть. Один из вариантов снижения зоны, если будет доказано, что это возможно. Другой – это специальное защитное сооружение. Кроме того, при определенных условиях возможно перенести ГРП подальше от домов. Мы приходим к следующему, что либо вы должны снести дом, либо вы должны убрать ГРП. Третьего не дано? Дано. Дано третьего? Нет, перенести ее. Не снести ее, перенести ее. Можно перенести? От домов. Можно перенести? Конечно, можно. Теоретически можно. Конечно, можно. Пожалуйста. Сейчас я вам дам с тобой секундочку. Вы слышали, да? Вопрос только, за какой счет это будет сделано. О, это же другое вопрос. Решено было создать рабочую группу, которая займется проверкой всех газораспределительных пунктов в Подмосковье. Со слов Анатолия Кучерены, будет заявлено ходатайство о стороне о том, чтобы суд был приостановлен, пока идет поиск решения. Я думаю, что мы все удовлетворены разговором, который состоялся здесь. И очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Я думаю, что своими впечатлениями коллеги тоже поделятся. Я могу сказать одно, что те усилия, которые мы потратили для того, чтобы помочь людям здесь, они, похоже, увенчались успехом. Разговор, на самом деле, получился непростой, но наметился некий выход из этой ситуации. Мне кажется, что благодаря какому-то конструктивному ведению этого собрания господином Кучереной и каким-то конструктивным предложением, которые были от председателей СНТ, высказаны. После состоявшегося выездного заседания стало известно, что подготовлено обращение в правительство Российской Федерации к премьер-министру с постановкой тех вопросов, которые должны разрешить ситуацию. Татьяна Сташенко, Сергей Власов, День города.